Привет, любители хоккея! Вы попали на самый хоккейный канал Батыр Хокки и сегодня мы делаем обзор третьего матча с КЦСК. Погнали! Но хотелось бы минутку внимания. У нас есть пару нововведений. КХЛ банит мои видео за то, что мои вставки слишком длинные, поэтому вставки видео с матча придется делать покороче. Надеюсь на ваше понимание, теперь вы будете чаще видеть это лицо. Заранее извиняюсь, кому это не нравится. Погнали к матчу! Первый период был довольно-таки скучный и практически не было моментов. Игра была равная. Поэтому счет открыли только в конце первого периода. Первую шайбу забросила команда СКА. С передач Ажиганова и Воробьева шайбу забросил Никита Гусев. Давайте посмотрим. Ажиганов здесь отдал вот эту приодинную передачу. Он видел, что Гусев готов бросить. Никита Гусев продолжает показывать высокий уровень хоккея и доказывать то, что он отличный хоккеист. СКА забивает свою первую шайбу за 4 секунды до конца первого периода. Переходим ко второму периоду. СКА забрасывает свою вторую шайбу. С передачи Галимова шайбу забрасывает Александр Волков. Давайте посмотрим. Тем самым становится счет 2-0 в пользу СКА. Погнали дальше. Больше заброшенных шайб во втором периоде не было, поэтому счет пока что 2-0 в пользу СКА. Переходим к третьему, ведь он самый интересный. Погнали. На 41-й минуте с передачи Александра Попова шайбу забрасывает Соркин Максим. Давайте посмотрим. Бросок был фактически с линии в... Тем самым счет становится 2-1 в пользу СКА. ЦСКА сокращает преимущество СКА. Становится счет 2-1. ЦСКА явно хочет сделать камбэк в этом матче. Уже через 4 минуты Никита Нестеров делает счет 2-2. Преимущество СКА становится все меньше и меньше. Оно начинает таять на глазах. Давайте посмотрим этот гол. Кулов сумел уйти от 3-х... Пир из шайб ЦСКА продолжает Александр Попов. Уже легендарный хоккеист, которому 41 год, я напоминаю. Он забивает третью шайбу для ЦСКА. Прошла передача и... Счет становится 3-2. Происходит какое-то сумасшествие и уже через 10 секунд после гола Александра Попова шайбу забрасывает Корнаухов. Давайте посмотрим, как это было. Мгновенно просто в ситуации. Роман Ротенберг берет... А еще через минуту Антон Слепышев делает счет 5-2. Который... А вы помните, как начиналась эта встреча? ЦКА вели 2-0. И где это преимущество? ЦСКА явно нашли свою игру и хотят победить в этом матче. ЦКА снимает своего воротаря в надежде, чтобы победить. Но ЦСКА забивает очередную шайбу в пустые ворота. Окончательный счет матча 6-2. А счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Ставьте лайк этому обзору, если вам понравилось. Не забудьте подписаться на этот канал, ведь у нас выходят каждый день ролики об НХЛ и КХЛ. Пока!